Здравствуйте! Это программа «События». Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер, главная тема выпуска. Автопром заправит господдержкой. Премьер Дмитрий Медведев побывал на Автовазе. Куда уехал снег? Репортаж со снежных полигонов. Чтобы не ступить на скользкий путь, эксперты приводят аргументы в пользу Бианорда. Знание деньги. Победители региональной олимпиады получат путевку в ВУЗ и премии. Орфографические киберприключения. В Самаре изобрели компьютерный квест по русским сказкам и былинам. Меры поддержки автопрома в Тольятти сегодня обсуждали на высоком уровне. В город прибыл премьер-министр Дмитрий Медведев. Главной темой его визита стала стратегия развития автопрома до 2025 года. В минувшем году на поддержку отрасли государство потратило 20 миллиардов рублей. Еще почти 13 миллиардов было израсходовано в 2014 году. Наш корреспондент Марина Кравцова расскажет о том, как проходил визит премьера. На заводе «АвтоВАЗ» премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам состояния автомобильной промышленности и ее дальнейшего развития. Темами обсуждения стали стратегии развития автопрома до 2025 года, импортозамещение продукции и технологии, поддержка отрасли. До начала совещания Дмитрий Медведев осмотрел производственные цехозавода, сварочные, цех сборки двигателей, цех производства автомобилей «Лада Калина» и выстроенную площадку. Затем состоялась личная встреча премьер-министра с губернатором Самарской области. Дмитрий Медведев и Николай Меркушкин затронули темы детских садов. В 63-м регионе проблема с очередями полностью решена для детей старше трех лет. На встречу зашла речь и о строительстве новых школ. Как рассказал глава правительства России, страна нуждается в 8 миллионах новых мест. Мы переходим к новому этапу нашей работы совместной. Эта работа будет касаться и сети детских дошкольных учреждений для детей до трех лет. В них тоже есть потребность. Ну а самое главное и самое сложное, эта программа будет посвящена созданию новых школ и модернизации сети школ уже действующих. Как планируете приступить к этой программе? На что ориентируетесь? Что касается школ, мы эту программу начинали сами и в прошлом году заложили три школы. Мы в этом году уже одну школу на 1310 мест на 1 сентября хотим развить порядок. Нам надо примерно 80 школ за эти 10 лет построить и реализировать, реконструировать. Подробности визита премьера смотрите в наших следующих выпусках новостей. О приспестивах сотрудничества Авиакора и Объединенной авиастроительной корпорации речь шла на встрече губернатора Николая Меркушкина с генеральным директором завода Алексеем Гусевым. Вхождение в состав этой корпорации поможет одному из ключевых самарских предприятий с заказами и инвестициями. Переговоры ведутся как с федеральным центром, так и с собственником. Сейчас Авиакора обеспечен заказами на 2016 год. На заводе занимается компонентным производством, а также продолжается проект по Ан-140. Поддержка региональных властей есть, поддержка вполне ощутимая. Мы сейчас будем сконцентрированы на новых заказах, связанных с самолетом Ту-95, модернизации. То есть у нас успешный старт был дан в 2015 году. Мы сделали в очень оперативные сроки эти самолеты. Программа по 2016 году сформирована. Исполняющим полномочия секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» назначен Игорь Станкевич. Герой России, участник афганской и чеченских войн. После завершения службы он вел активную политическую деятельность. С 1999 по 2005 возглавлял администрацию Ленинского района Самары. Пять последних лет принимал участие в партийном проекте «Парад памяти». Сегодня Игорю Станкевичу предстоит масштабная работа. Выборы в губернскую и Государственную думы пройдут в сентябре. Праймерис назначен на 22 мая. До этого срока партия будет принимать заявки от кандидатов. Документы можно подать с 15 февраля по 15 апреля. Игорь Станкевич на пресс-конференции заявил, что привык побеждать. И дело для этого все возможное. Немногие партии могут себе позволить сделать то, что делает «Единая Россия». Пойти на открытый разговор, на достаточно серьезную критику, выдержать ее и в конечном итоге выполнить намеченные планы. По следующим вопросам можно говорить, что это сами выборы, которые будут проходить в сентябре. И, безусловно, повседневная жизнь. Потому что какие бы ни были выборы, в сентябрь, март предварительного голосования, у нас есть общие задачи партии, есть партийные проекты. Мы от них не будем отказываться, все их будем выполнять. Прогулки по городу без риска переломов. Этой зимой самарские тротуары посыпают специальными биореагентами. В итоге асфальт практически без снега, и обувь остается в хорошем состоянии, не то что раньше. Десятки лет зимой в Самаре использовали песчано-соляную смесь. Как итог, город весной задыхался от пыли. Как новшество оценивают горожане и эксперты, мнение собирала Марианна Мирная. Зима на снег не поскупилась. На улице минусовая температура, при этом снег и лед тают буквально на глазах. Почти волшебное превращение – результат воздействия противогололедного реагента. На экологичный состав взамен смеси песка и технической соли переходят в Самаре. Горожане такой подход поддерживают. Без реагентов не обойтись. Плюсы очевидны. Это необходимо для того, чтобы нормально передвигаться по городу. Как автомобилист, наверное, все-таки я скажу, что да, нужно. По-моему, все отлично. Все замечательно. Но это лучше, чем в трампункте было заполнено. Десятилетиями в Самаре дороги и тротуары посыпали песчано-соляной смесью. Весь песок вместе со снегом вывести не удавалось. Весной все это превращалось в пыль на дорогах и голые пятна на газонах. Техническая соль губительна для почвы. Современные реагенты, новшество, безопасность которого для людей природы доказано многочисленными исследованиями. И хотя цена Бионорда выше, чем стоимость песка с солью, выгода есть и экономическая. В газонах часть та, которая ближе к дороге, трава там уже не растет. Ну и ресурсы, которые мы тратим, то есть это техника, люди, чтобы вычистить город после зимы, когда обрабатывали ПСС, в совокупе по стоимости получается в некоторых моментах даже дороже, чем применение этих реагентов современных. Мифы, которыми окутано химическое новшество, развеивают производители реагента. Их аргументы – многочисленные сертификаты, результаты исследований национальных институтов и сертификаты безопасности. У Бионорда четвертый класс опасности. Это означает, что вред для окружающей среды минимальный. Мы на сегодняшний день поставляем порядка 69 регионов Российской Федерации, в том числе это Екатеринбург, это Самара, это Уфа, Казань, Пермь частично, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар. В 2014 году, когда была Олимпиада, противоговорный материал Бионорда являлся официальным материалом Олимпийских игр Сочи 2014. Это говорит о его стопроцентной экологической безопасности. В составе реагента четыре компонента. Три из них используют в пищевой промышленности. Четвертый – при изготовлении перчаток, обуви, дубленок из кожи. В Самаре обойтись без экологических реагентов не получится. Постоянные перепады температуры в зимний период от ноля до серьезных минусовых значений приводят к ледяной корке на дорогах и тротуарах. Быстро растопить каток как раз и помогает Бионорд. Старые части города от песка с солью полностью отказались. Результаты должны быть заметны и весной. Пыли должно стать меньше, а газоны прорасти и по обочинам дорог. Мариана Мирная, Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События. Снежные погосты. Более 250 тысяч тонн осадков на зимнее хранение уже вывезли с улиц Самары. Работы ведутся круглосуточно. Куда исчезают сугробы, которые плохо лежат, увидел Павел Баймаков. Снежный полигон на улице Лунная. Четыре бульдозера и нескончаемая вереница самосвалов. Круглосуточно они везут сюда снег, который мешает движению транспорта и пешеходов. За одну ночь городские полигоны пополняются на 10-13 тысяч тонн. В Самаре четыре подобных снега хранилища только эта площадка. На улице Лунной может вместить до 550 тысяч тонн. Снег сюда везут из Октябрьского и железнодорожного районов города. На сегодняшний день этот полигон заполнен лишь на 30%. В скромном, но теплом вагончике развернулся штаб. Сутки напролет видеокамера и бдительный контролер наблюдают, как взвешивают сугробы. Мимо не пролетит ни одна снежинка. Подъезжает КАМАЗ, фиксирует камера. Камера зафиксировала, подходит шофер мне с путевкой, отмечая номер машины. На этом полигоне снег останется до оттепеля. Исчезнет сам естественным способом – растает. Оставшаяся вода утечет в ближайший ливневый коллектор. Соответственно, производится обваловка всего полигона, формируются валы, чтобы та и стаяющая вода не вытекала за пределы полигона, а выходила в ливневую систему канализации. Вместе со снегом на полигон приводятся песчаные остатки, бытовой мусор, который вместе с снегом гребит с дороги. Все эти отходы собираются и вывозятся на полигон утилизации отходов. С начала зимы с городских улиц собрано и выведено на полигоны более 250 тысяч тонн снега. Эффективность работы по его уборке в этом году существенно повышает новая схема. По поручению главы Самары Олега Фурсова, работы ведутся в тесном взаимодействии служб благоустройства и управляющих организаций. Ежедневно на боевом посту более 300 единиц техники, часть которой закупили в прошлом году. Павел Баймаков, Максим Гусев. События. Кто-то мерзнет, а им жарко. Во время снегопада у работников благоустройства самая горячая пора. Именно они и вывозят снег на полигоны. За ночь до трех с половиной тысяч тонн. И это только одно предприятие. Почему в организации «Кедр-1» работают только талантливые водители, расскажет Марина Матвейшина. Умение управляться с таким большим трактором – это как дар свыше, уверен Сергей Шанин. Он уже несколько лет работает на фронтальном погрузчике. Виртуозно проехать по узкой дорожке, развернуться на крошечном пятачке и идеально собрать снег дано не каждому. Учиться одно, надо еще талант к нему иметь. Вживаемся полностью в технику. Ювелирно работаем, как говорится, чтобы машины не помять, бордюры не вырвать. Здесь, как говорится, одно целое с техникой. Еженочно на уборку Ленинского района выходят 30 единиц спецтехники предприятия «Кедр-1», а во времена обильных снегопадов и все 50. Погрузчики, камазы для вывоза снега и машины для разбрасывания реагентом. После вечерней разнарядки каждый отправляется на свой участок, и работа кипит до самого утра. Пока небесная канцелярия не скупилась на снег, машины без перерыва его вывозили на полигон. Каждый из 25 камазов за ночь сделал 20 рейсов. За смену рабочие успевают полностью расчистить весь Ленинский район. Потому что район, я бы сказал так, сложный. Много машин днем приезжает сюда на работу. То есть запаркованность улицы, я бы сказал, на 90% днем. Поэтому нам удобнее работать ночью. Работа на свежем воздухе, конечно, закаляет и бодрит, но все-таки нужно утеплиться шапкой и варежки обязательно. А затем будут у нас разогревающие процедуры. Техника техникой, а ручной труд все-таки никто не отменял. В Ленинском районе без дворников не обойтись. Одновременно с техникой снег убирают около 30 человек. Дорожки здесь нужно расчищать особенно тщательно. Да еще успеть стряхнуть снег со скамеек, столбов и деревьев. Все должно быть идеально. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков. События. К идеалу стремится и современная криминалистика. На смену дедуктивным методам Холмса приходят новые технологии. В этом убедились студенты самарских вузов. В рамках всероссийской акции «Студенческий десант» полицейские провели для них экскурсию в экспертно-криминалистическом центре областного главка МВД. Рассказали старшекурсникам о уже проверенных и новых, не менее эффективных методах работы. Как отличить фальшивую купюру от подлинной, теперь знает Павел Баймаков. Оружие, наркотики и элементы взрывчатки – это не экспонаты местного музея, а вещественные доказательства по сотням уголовных дел. В экспертно-криминалистический центр их везут, чтобы установить полную картину преступления. Попадают сюда и изъятые поддельные деньги. Студентам рассказали, как не попасться на удочку фальшива монетчиков. Например, установить подлинность денежной купюры только по водяным знаком в наше время невозможно. Современные мошенники научились подделывать и их. Но есть ряд других хитростей. Например, обратить внимание на так называемую ныряющую нить. Она, вот эта нить, которая на настоящих деньгах, она изготавливается в процессе изготовления бумаги. Литье бумаги, то есть она входит непосредственно в толщу этой бумаги. Здесь, на поддельных купюрах, я вот не знаю, у меня получится. Вот я даже ногти могу немножко. В год на экспертизу попадает до 3 миллионов поддельных рублей. В основном, эта купюра номиналом 5 тысяч. Чтобы не стать жертвой мошенников, специалисты не рекомендуют разменивать деньги незнакомым людям, а при получении сдачи обращать внимание на сами купюры. Благодаря современным технологиям ВКЦ есть возможность проводить до 46 видов криминалистических экспертиз и исследований. Ежедневно здесь работают 69 квалифицированных специалистов. После экскурсии некоторые из студентов юридического факультета по окончании вуза подумывают над работой в полиции. Мне интересно это. Хочется бороться с преступностью. Чем больше практики, тем лучше будут расследоваться преступления, как-то формировать представление вообще об этой деятельности, как, что происходит. Всероссийская акция «Студенческий десант» в Самаре проходила несколько дней. Порядка ста старшекурсников смогли своими глазами увидеть трудовые будни не только экспертов-криминалистов, но и инспекторов ДПС, бойцов СОБРа, ОМОН и сотрудников других подразделений. Павел Баймаков, Станислав Левин. События. В этом году в Самаре появится полноценный казачий кадетский корпус. Напомню, на базе школы-интерната номер 6 уже создано 7 классов. В них обучаются почти 150 детей не только из Самары, но и из других районов губернии. Священнослужители и казаки-офицеры курируют обучение. Много внимания уделяют духовному воспитанию и спортивной подготовке школьников. Сегодня учебное заведение посетил митрополит Самарский Сызранский Сергий и представители регионального правительства. Передача здания школы-интерната на баланс области позволит привлекать дополнительные деньги на его содержание, ремонт и увеличить число учащихся. Создать казачий кадетский корпус может только регион. К сожалению, почему и передается от муниципалитета региону. Поэтому согласие родителей получено, педагоги понимают. Образовательная программа очень интересная. Она сочетает в себе и образование, и хорошую физическую подготовку, и мощные духовные основания. Есть за что бороться. Не только путевка в ВУЗ, но и премия ожидает победителей регионального этапа Всероссийской Олимпиады. В этом году ученики соревнуются по 22 предметам. Школьный и окружный этап уже позади. В них приняли участие более 100 тысяч человек. Самые лучшие прошли на региональный уровень. О самарских умниках и умницах репортаж Ларисы Шалафаст. В аудиториях все готово к Олимпиаде. Это уже второй экспериментальный этап для тех, кто успешно сдал теорию. Какое именно задание получат школьники, никто не знает. Информация держится в секрете. Правила проведения экзамена очень строгие. Все вещи ученики сдают. Они находятся в отдельном углу. С собой можно взять только ручку, калькулятор и паспорт. Физика для Александры Маловой – один из любимых предметов в школе. Она часто принимает участие в Олимпиадах разного уровня. Говорит, это хороший способ проверить уровень знаний. Это в первую очередь возможность проверить свои знания. Самое интересное будет сейчас экспериментальный тур, когда есть какая-то задача, есть предметы, нужно выполнить это. Ну, это очень интересно. Ученики могут выбрать любой из 22 предметов, включая китайский язык. Выполнять задания победителей муниципальных и окружных этапов будут до 9 февраля. Интерес к Олимпиадам высокого уровня у школьников области растет, отмечают в Министерстве образования. Только в региональном этапе Всероссийской Олимпиады по физике в этом году принимают участие 180 учеников старших классов. Физика для нас вызывает огромный интерес, потому что крупнейшие вузы технические, которые принимают единый государственный экзамен, по физике заинтересованы в том, чтобы ребята обладали хорошим качеством знаний. И 180 человек для нас на региональном этапе фай-физики – это хорошее достижение. У победителей призеров заключительного этапа Всероссийской Олимпиады будут льготы при поступлении в вузы. По решению учебного заведения им могут присвоить 100 баллов по предмету ЕГЭ. Рассчитывать на поощрение смогут и победители регионального этапа Всероссийской Олимпиады. По решению губернатора ученикам-победителям и их педагогам выплачивается премия. Лариса Шлафаст, Алексей Золотенков. События. Учиться играючи. С таким настроем молодые самарские изобретатели придумали компьютерную игру, которая по задумке должна подтянуть знания школьников начальных классов по русскому языку. В основе квеста – история русская, сказочные и былинные персонажи. Марина Матвейшина не удержалась и тоже окунулась в орфографические приключения. Ну, здравствуй, кошачек. Земля-то слухами полнится. Помочь бабе Еге сварить волшебные зелья. Да непростое. Ингредиенты – редкие растения. Название со сложным написанием. Таково задание. Справишься – переходишь на следующий уровень. А там уже Илья Муромец и волшебные стрелы со словами – правильными и написанными с ошибками. Обучающую игру для детей придумала команда молодых самарских разработчиков и преподавателей. Помимо обычных игровых заданий, классических вариантов, классического прохождения квеста, ребенок еще выполняет задания по орфографии. Вся образовательная часть соответствует образовательной программе и создается опытными педагогами. Игра рассчитана для планшетов и смартфонов. От идеи до воплощения ушло около трех лет. Все приходилось осваивать буквально с нуля. Делятся авторы. В России таких игр разобретают пока немного. Простор для дальнейшего творчества внушительный. Начали с темы русской, сказочно-исторической. Уже готовят следующий квест, тоже в русской теме – космической. Игроков попытаются отправить в будущее, во времена колонизации Марса. Они смогут и пилотировать космический корабль, и пройтись по другой планете, полетать среди звезд. Это будет квест по математике. Деткам придется думать, считать, решать, а также решать задания на логику, какие-то геометрические задания. Если уж современные дети и проводят много времени за играми на мобильных устройствах, то пусть это будет с пользой, решили молодые самарцы. Всего планируют создать 13 историй о путешествиях мальчика во времени и пространстве с пользой для ума. Марина Матвеевшина, Марина Кравцова, Сергей Баскин. События. Важнейшая из искусств стала главной темой 2016 года. В Самарской области планируют предоставить жителям больше возможностей смотреть хорошие фильмы, как художественные, так и документальные. Кроме того, кино станет доступнее и ближе к зрителю в буквальном смысле. В России стартует программа по оснащению кинотеатров малых городов. Самарская губерния попала в эту программу, и уже в этом году кинотеатр в Беземчуке переживет второе рождение. Кроме того, планируют познакомить жителей с лучшими отечественными фильмами, как современными, так и из золотой коллекции. Задача этого года все-таки вернуть отечественного зрителя, по большому счету, вернуть отечественного зрителя к отечественному кино. Для этого мы проводим и наши фестивали, и традиционные. Чехарда на бирже. Курсы валют пошли на попятную. Что происходит, знает наш экономический обозреватель Андрей Трой. Здравствуйте. Вот новый поворот. Нефть развернулась вверх. Да как? За баррель Brent дают 30 долларов 73 цента, а еще вчера котировки не превышали 28 долларов за баррель. Вслед за нефтью развернулся и рубль. Центробанк на 23 января установил курс доллара США на отметке 80 рублей 57 копеек. Доллар подешевел на 3 рубля. Евро потерял почти 4 рубля. Курс на 23 января 87 рублей 22 копейки. Золото стоит 2947 рублей за грамм. Серебро стоит 37 рублей 76 копеек за грамм. Смотришь на котировки и думаешь, что ночью кто-то принял судьбоносное решение, толкнувшее вверх нефтяные котировки. А может это просто временный отскок после затяжного падения? Как бы то ни было, россияне уже пошли в магазины и набирают технику в кредит. А Минэкономразвитие обещает, что в ближайшие дни курс рубля будет стабильным. На сегодня это все. Удачи в делах. Миллион в одни руки. Перед Новым годом Кошелевбанк провел праздничную акцию для своих клиентов. Вкладчики смогли принять участие в розыгрыше. В Самаре появился новый миллионер. Пенсионерка Валентина Болдырева выиграла главный приз. Ольга Морозова расскажет, как это было. Поздравляем. Спасибо большое. Вся семья наши вкладчики. Да, да, да. Спасибо. Спасибо большое. Самарская пенсионерка Валентина Болдырева знает, как стать миллионером. Золотую банковскую карту с миллионом рублей на счету ей вручил председатель совета директоров корпорации Кошелев. Наш приз нашел своего победителя. Мы постоянно разыгрываем, делаем какие-то акции и на нашем проекте, в нашем строительном направлении. И в банке мы придерживаемся именно той же самой политики. То есть у нас мы к своим клиентам относимся как уже к членам своей семьи. Поэтому эти вещи, то есть мы любим делать им подарки, любим делать им приятные. Перед Новым годом женщина открыла вклад в Кошелев банки и стала участницей праздничной акции. Уникальным шансом выиграть миллион рублей воспользовались более двух тысяч человек. Акция проходила с конца ноября до 13 января. Достаточно было пополнить существующий вклад или открыть новый. За каждые 50 тысяч рублей вкладчики получали купон. Затем состоялся розыгрыш в прямом эфире одного из самарских телеканалов. Сегодня Кошелев банк – один из лидеров банковского сектора региона. Он обслуживает физических и юридических лиц, кредитует предприятия. Предлагает своим клиентам ипотеку с минимальной и беспрецедентной для России ставкой 5,5%. Ольга Морозова, Константин Головин, События. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал Самаргис Кабиных в сетях города, читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Хороших выходных. Удачи вам. Увидимся. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.